Уважаемые любители моих небольших роликов о фотографии! Сегодня у нас с вами довольно сложная задача, потому что мне понадобилось сравнить два объектива. Один зум, китовый для лейки SL2 с индексом S, 24,70 мм. Второй, 24,90 мм, который был разработан для предыдущей версии этой же камеры, лейки SL. Эти два очень интересных объектива, хотя и зумы, поскольку они расширяют возможности решения наших творческих задач, поэтому на них имеет смысл обратить внимание. К тому же они стоят очень по-разному, почти в два раза ценовая разница. Вопрос такой, а насколько она оправдана и насколько представляет интерес те достижения, которые были реализованы в этом объективе, имеется в виду 24,90, за столь значительные деньги. Надо сказать, что объектив 24,70 китовый выполнен в Японии, а 24,90 в Германии. Ну и количество асферических элементов и прочих всяких очень важных компонентов в объективе строения, конечно, в объективе, сделанном в Германии, больше. Вполне естественно, что я начал с самого простого. Я сфотографировал на достаточно прикрытой диафрагме, очень сложный в балансе света сюжет, хотя и ландшафтный. Яркое солнце, глубокие тени. Это болото в Шатуре. Вы видите, на диафрагмах больше восьми, никакой разницы. У этих объективов нет. Интересно, конечно, посмотреть, как этот объектив работает на полностью открытой диафрагме, то есть 2,8, потому что 2,8 диафрагма объектива 24,70 не меняется с изменением фокуса, а объектив 24,90 изменяется. То есть начало 2,8, а 90 мм – это уже диафрагма 4. Я снял на полностью открытой диафрагме с одного и того же штатива лестницу, ведущую к родничку. И вот посмотрите на увеличенные фрагменты. Диафрагма 2,8. То же самое я проделал с дубовыми ветвями, которые проходящий отражённый свет очень хорошо демонстрируют. Вроде бы немножко получше работает в цветах объектив 24,70, поскольку там детали в рисунке листочков можно увидеть. Зато 24,90 очень хорошо прорабатывает тени. Обратите внимание на ствол сгнившего дерева. Но, тем не менее, интересно было бы и посмотреть более такие простые и привычные нам сюжеты. Вот я снял в центре Киржача старушку. Это сюжет. Ленин, церковь и местные власти – это как раз то, что нужно для тестирования объектива. Оказалось, что разрешение и тонны передач почти одинаковы. Правда, японский тестируемый объектив 24,70 немножко уходит в пурпур, но это непринципиально. То есть увидеть можно только при сравнении. И так практически невозможно отличить картинки друг от друга. Они почти идентичны. Тем не менее, есть известная проблема. Проблема, которую подразумевают некоторые любители фотографий. Они говорят, что вроде бы этот объектив 24,90 намного лучше разрешает. Но это оказалось не совсем так. Поскольку я посмотрел миры, вот вы сейчас их видите, ну, практически разницы нет, очень небольшая разница. Немножко получше этот объектив 24,90 работает в некоторых светлых частях, так сказать, миры, там, где цветовые картинки. А так это почти одно и то же. Но, тем не менее, кое-какие проблемы есть. И вы сейчас о них услышите в небольшом сюжете, который был записан на планере. А я пока съем грушку. Уважаемые любители произведения искусства фирмы Лейтс. Объектив 24,90 сделан был для предыдущей версии этой камеры, SL первого выпуска. И поэтому он обладает рядом особенностей, которые надо учитывать, чтобы получить очень хороший результат. Первая особенность состоит в том, что объектив имеет внутренний стабилизатор изображения. Аналогичный есть и внутри новой камеры SL2S. Поэтому они рассогласованно могут действовать. И их нужно обязательно согласовать. Двумя способами. Одним, это отключив стабилизатор изображения внутри камеры. А второй, наиболее действенный, это обновить прошивку. Этой камеры до хотя бы уровня 2.0. Ну, а если воспользоваться обоими советами, вы получите феноменальное изображение и сможете насладиться невероятно качественной оптикой этого объектива. Советую попробовать, чтобы не допускать детских ошибок. Вполне понятно, что прошивки камеры – это очень важный компонент. Если мы посмотрим на то, что получается после прошивок, а это важно, то мы увидим много удивительного. Ну вот, посмотрите. на три снимка, сделанный объективом 24-70 на диафрагме 2.8, то же самое объективом 24-90 со старой прошивкой, то есть прошивкой 1.0, и с новой прошивкой. И вы убедитесь, что разница очень заметная. Более того, то, о чём я упоминал, имею в виду рассогласование стабилизаторов изображения, в этом случае решаются. Но всё равно очень полезно отключать автофокус, потому что объектив такого класса, он уже в некоторых ситуациях начинает вредить. Тем не менее, вы можете насладиться картинками, сделанными объективом 24-90. Ну вот, тутовики, где я стоял и записывал ролик, посмотрите, на диафрагмах 1.8. Ну и, конечно, самое лучшее изображение на диафрагме 4. Ну и молодую его. Это особенно подлый сюжет, поскольку лес тёмный, верхушка, цветущий клевер светлый, розоватый низ. То есть режет кадр очень нехорошо. И сразу всё видно. Видно, как объектив с этим справляется. На открытой диафрагме вполне прилично. То есть тот же самый набор 1.8 и 4. Таким образом, если вы захотите выбрать между этими объективами, могу сказать, что китовый объектив очень надёжный, очень чёткий, с очень хорошей резкостью. Ну, очень заточен под камеру SL2 с индексом S. Действительно, блестящий объектив. Но более требующий, более глубоких знаний и более рационального подхода объектив 24-90 даст вам очень много дополнительных возможностей. Но для этого надо к ним относиться вдумчиво по партийному. Иначе ничего не получится. Но не забывайте своевременно менять прошивки, отключать ненужный автофокус. Главное, чтобы руки не тряслись. И тогда всё будет хорошо и без автофокуса, и без стабилизации изображения. На этом я прощаюсь с вами. И хочу пожелать вам хороших опытов даже с зум-объективами. Я небольшой их любитель, но в них тоже есть своя прелесть, особенно при съёмке кино. На этом до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok